Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Мы сдаем мусор в переработку. Ну, конечно, не каждое утро, но почти каждое. Я думала, что весной запахло. Сказал ты в подходящем месте около помойки. Пойдем в садик. Почему там футболка валяется? Кто-то ее выкинул. Всем привет! Начинаю новый влог снова во второй половине дня. Опять сидела за компьютером. Сегодня я монтировала видео. Одно доделала полностью, второе сделала... Почти полностью его надо сохранить, а третье начала. Вот так что у меня процесс прогресс. Кстати, посреди дня позвонили в дверь. Я думала, кто это, никого не жду. Пошла открывать. Стоит курьер из перекрестка с пакетами. Я говорю, я не заказывала. Ну, я в лицо уже знаю всех курьеров. Он такой, как не заказывали? Полез, короче, в телефон. Стоит такой, блин! В общем, адрес на одну цифру от моего отличается, то есть номер дома. А квартира такая же. Он на автомате мне привез. Попрощался, убежал. Я говорю, я вчера заказывала. Это не мне точно. Так, ну, взятки. Могла бы взять продукты. Ну, нет, шучу, конечно, не взяла. Так, сейчас снова пойдем гулять на разлив. Погода сегодня прекрасная. Если бы я была в городе, а не собиралась на разлив, то я бы вообще надела легкое пальто, никакой шапки. Но поскольку у нас тут ветер дует весьма прилично, я все-таки утеплюсь. Так, ключи. Все, пойдемте за ребенком. Мы идем на разлив. Сегодня ветер достаточно сильный. Идем. Давай руку. Зачем тут такая кровь? Просто так. Вот наши тени. Прогулочные тени. А сегодня ветер посильнее. Теплый ветер, да. Ух ты. Смотрите, разница в один день. Как растаяла вода. Ну, в смысле, лед. Насколько больше стало. Обалдеть. Цвет такой красивый, синий. Будем летом тут купаться. Когда будет жарко, а мы будем не на даче, а здесь, в городе. Ну, чего, пошли на нашу скамейку? Пока мы тут сидели, мне привезли очередную доставку Grow Food. Я уже второй раз прошу их подъехать не к дому моему, а на соседнюю детскую площадку. Курьеры всегда навстречу. Вообще очень круто. Потому что не всегда можно договориться. И, во-первых, очень вежливые курьеры. Во-вторых, с утра предупреждают, во сколько приедут. И потом еще отзваниваются незадолго. Ну, чтобы это был готов. Короче, супер удобно. Ну, вот так что я доставку сегодня приняла здесь. Посмотрим, что в этот раз привезли. Вот сколько мы уже недели две, да, получаем. Получаем эту доставку. Блюда не повторялись. Или, может, они, конечно, повторялись, но я что-то не заметила. Вот. Мы с Алишером съедаем, ну, наверное, две трети он съедает и что-то я. В основном я беру всякие сладкие десерты. Они есть на каждый день. Что-то сладенькое, приятное, вкусное. Это я себе забираю. А которые такие питательные контейнеры, эти Алишер любят забирать на работу. О, кстати, я вижу тут какие-то макарошки. Вот для меня загадка, как это делают. Пайт ветром закрывает. Они у них не слипаются. Представляете? Вот, видите, тут что у нас? Салат с пастой, ветчиной и соусом песто. Звучит вообще очень классно. Ну, вон она, ветчина. Ммм. Ой, а это что такое? Птитим с говядиной и овощами в пряном соусе. Кто такой птитим, я не знаю, но выглядит вкусно. Давайте найдем, что здесь сладкого в этот раз. Суфле из... Нет, суфле из говядины. О, вот это, это точно сладкое. Шоколадная запеканка и лесные ягоды. Ну, это точно мне. Так, здесь у нас запеченная курица. Булгур с зеленым горошком. Паприкаш из курицы. Вот таким названием, что у меня здесь плохо. Так, а где еще одно сладенькое должно быть на второй день? Наверное, это вот это. Йогуртовый крем с вяленой вишней и гранулой. Мне, кстати, вот с йогуртами очень нравится. Сейчас люблю как раз. Ой, а это что, это блин какой-то? Это яичный блинчик с ветчиной и сыром. Мммм. Видите, это завтрак с единичкой. Это завтрак. В общем, у нас в лед уходят все эти контейнеры. Еда вся вкусная. За два дня мы это все съедаем. У меня есть промокод на скидку. Если вы тоже будете заказывать GrowFood, захотите попробовать подписку. Это йогурт. Вот. То обязательно воспользуйтесь промокодом, который у меня внизу под видео будет. И у меня будет ссылка на GrowFood. Тоже сможете посмотреть всякие разные варианты, какие у них меню есть, когда доставка и так далее. У меня меню daily. То есть это стандартно. Есть для спортсменов, есть для худеющих. Там разные варианты. По-моему, вегетарианская меню тоже есть. В общем, на любой вкус. Зайку, они обычно чуть-чуть кисленькие. Ты более сладкие любишь. Посмотрите, какая тут чая. Надо нам сюда прийти, знаете чего, с хлебушком или с чем-то для них. Покормить, пофоткаться. Уже не первые люди приходят, кто их тут так кормит. Вот они тут подкармливаются, приученные уже. За птичек не переживайте, у них основной рацион это естественно рыба из разлива. Так что тут мы подкидываем это так. Капля в море. Артемий в садике выдали такую головоломку. Ну смотри, я думаю, внизу у кошки треугольник большой. Вот так. Смотри, а потом сюда, вот здесь какая фигура может? Это вот так. Нет, у нее другой хвостик. Какой формы, посмотри. Ну, такой. Есть такая деталька. Квадратная. Нет, не квадратная. А, вот это же! Давай, клади рядом. Не крути только, положи нормально. Как у нее присоединено? Он у нее кверху чуть-чуть. Да. Так, потом вот здесь я тебе подскажу. Сюда надо приложить квадрат. Вот так. А дальше? Тут, наверное, маленький треугольник. Нет, или большой. Большой, наверное. Так, что дальше? Вот так. Так. Пару деталек, и кошка получится. Ушки надо ей поставить. Или вот такие ушки. Или я перепутал. Ты не сдвигай. Ушки-то кверху торчат. Вот они разве так, Артеш? Ты плохо повторил. Посмотри внимательно. Ты видишь, тут прямая линия. То есть ушко вот так вот. Вот одно ушко. А второе ушко поставь. Куда ты ставишь? Ты посмотри, где оно, Артеш? Вот ушко здесь. Тут. Сверху. Ты смотришь на картинку образец? Ушко сверху. Вот слева и вот правая. Вот левая, а правая где у тебя? Тут. А почему оно не рядом здесь? Не на голове? О! Ну-ка, похоже у нас получилось? Вроде похоже. А вроде и не очень. Кварочек! Что-то у нас лишнее осталось. По идее, должно быть все использовано. Я не выдержала, ребята. Из-за того Артемия. Он смотрит кота Тома. Мне так не нравится. Очень редко его просят. Я разрешаю. Короче, все и не выдержала. Ванна наша меня бесит. Ужасно, потому что она желтая. Купила я вместо нормальных средств токсичную темузу. Замочила сейчас ванну на 40 минут. И тадам! Она почти белая. Хотя, если вы присмотритесь, вы увидите, что все равно следы остались. Наверное, через неделю. Вот, теперь камера выровнялась. Через неделю еще повторю эксперимент. Я не могу. Я задыхаюсь. Вонище. Просто нереально. Мне кажется, что это вообще не полезно. В беременность таким дышать. Поэтому я этим и не пользуюсь. Я покупаю всякие, знаете, а-ля соды эффекта. Ну, что-то такое. Просто, чтобы бактерии убрать все. Но вот без этого химического, химической агрессивной составляющей. И это я сейчас промывала. Этим уже можно выключить от засоров еще. Залила. Вроде бы она нормально стала. Уходите к нему. Забиваются трубы периодически. Что ты там делаешь? А? Зачем ты мне подставку подставила? Вот. В общем, почистила немного. Ну, вот это черное. Это нет покрытия просто. И, ну, всякие такие тут приколы на ней. Типа вот этого тоже треснувшая. Поэтому мы, собственно, акрилом не прорываем смысла. Вообще не вижу. Все будет то же самое. Ну, вот покрасим. Да, я очень надеюсь в мае сделать. Потому что мне просто... Простите. Хорошо. Прощаем. Я когда вижу какую-то грязьку или, ну, беспорядок, у меня потом глаз все время цепляется. У меня очень весит желтый канту. Ванны. Силикон надо обновить. Ну, короче, сделаем. Ну, как приятно, когда светленько. Я мечтала о красивой выне. Ну, я не вижу смысла сюда могу покупать. Что? Попрыгунчик. Сегодня 25 недель. Кстати, ай, больно в ноге. Зачем ты так делаешь? Это же больно. М? Не надо так делать, ладно? Хорошо? Я понимаю, что ты меня любишь, но это больно, когда ты так обнимаешь. Обнимай нормально. Попрыгунчик мой. Ты достал Лего? Да. Вот такой вот животик сейчас у меня. И он просто растет. Неимоверно я это чувствую. Кожа вся просто трещит по швам. Я как барабан себя чувствую. Что ли еще будет? Что ли еще будет? Я помню, как я с Артенем ходила. Сейчас получается 25 недель. Да. Вот где-то в 30, в 32 я еле пролзла. Так. Ну, что? Лего подготовил? Да? Пришел, поужинал. Посмотрел мультики. Аккуратней там только по еде, не вози планшет. Ну, ладно. Буду Лего собирать с вчерашней. А что я попросила у тебя подушку убрать, а ты не убрал. Стирала я наулочку для своей подушки. Без наулочки ей пользоваться неудобно. Она становится, знаете, такая вся жидкая. И сегодня ночью... Мне было так неудобно сегодня ночью спать. Потому что это было без наулочки. Ну, я снимала, чтобы постирать. Вот. И она плохо поддерживала, соответственно, спину и живот. И мне было жарко. А как выяснилось, я вчера белье перестилала. И я перепутала наше с Лишером одеяло. У него более теплое. В общем, сегодня ночью мне будет хорошо спать. У детского радио очень хорошие подкасты. Мне нравятся рассказы, подкасты. Мы на Яндекс.Музыке слушаем и подписку берем. Здравствуйте. Здравствуйте, молодой человек. Давай я вам найду детали. Вот то, что я вчера собрала. Так, двигайся. Подвинься. Давай мы сюда высыпем Лего. У меня холодно, что стало такое окно. Не, не закрою. Я только что мыла. Там очень плохо пахнет. Надо, чтобы этот воздух улетел. Надень кофту, пожалуйста. Нет, одеяло лучше накройте. Не надо. Ты в садиковской одежде. Не надо на наше одеяло садиться. Ты там везде ползал, бегал. Что это такое? Кто там? Что ты чешешься? А? Шишек переела, да? у нас пришел альшер с работы поэтому мы все кожаный артемий ты будешь сильно прощаться с подписчиками и человек живущий кампуста аккуратно ты только аккуратнее прощайся а